Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Medical Fitness и я его ведущий Крафцев Сергей. И это психотипы, инструкция по применению. Чтобы добиться успеха в жизни, нужно хорошо разбираться в людях. Если вы хотите быть успешны в личной жизни, в бизнесе, в чем-то бы не было, в любом случае вам придется контактировать с людьми. А чтобы взаимодействовать с ними максимально эффективно, вам придется познать души этих людей. Сегодня мы будем говорить о психотипах и как научиться их определять. Начнем, пожалуй, с того, что чистых психотипов не бывает. Как правило, имеет место быть один доминирующий тип личности, и два вторичный и третичный. В целом, это чем-то похоже на знаменитый фильм «Сплит». Помните, где у главного героя было раздесятерение типов личности, которые боролись за место под солнцем и то и дело в неожиданных местах вставали на замену друг другу. В отличие от художественных произведений, психотипы не могут дать нам суперсилы или резко поменять наше поведение. Однако, стоит заметить, что изменение типа личности все-таки возможно. Но она будет отнюдь не быстрой, не такой, как в фильме «Сплит». В целом, тема смены типа личности достойна отдельного выпуска. Поэтому я предлагаю просто уяснить, что психотип – это не всегда неизменная константа, а скорее точка, медленно двигающаяся по оси X, Y. Также, каждую личность, с точки зрения медицины, можно оценить на норму, акцент и патологию. Думаю, всем вам понятно, что такое норма и патология. А если нет, то пишите в комментариях. Мы же сейчас обсудим, что такое акцентуированная личность. Акцентуированная личность – это личность с одним ярко выраженным психотипом, которая продолжает движение развития в сторону заострения черт данного психотипа личности с дальнейшим формированием их патологических форм. Именно поэтому современные психотипы и были названы в честь психиатрических заболеваний, где абсолютной нормой будет являться психотип шизоида, акцентирующим состоянием будет являться все та же шизоидность, но уже с более ярко выраженными деталями, вычурными особенностями, присущими этому типу личности. Таких людей мы часто зовем странными, но патологическим состоянием, как правило, это еще нельзя назвать. Здесь все еще присутствует некая социальная адаптация, способность общаться с людьми и отсутствие таких проявлений, как аллюзии или галлюцинации. Хотя временами может происходить какой-то сбой, и уже человек будет медленно из акцента перетекать в патологию. Стоит заметить, что если вы хотите научиться определять психотипы, вам мало научиться определять главенствующий тип личности. Иногда очень важно бывает определить вторичный или даже третичный тип личности, дабы избежать путаницы в них. Но что же отдельно демонстрируют типы от вторичных? Как же быстро и наиболее точно выделить доминирующий тип личности? Оказывается, очень просто. Американцы называют это hidden motivation или как-то так, что в переводе на русский язык звучит примерно как скрытые мотивы или какая-то подоплека. Эти самые скрытые мотивы и выдают в нас ту самую личность, которая прячется там глубоко. Если человек стремится везде к самодемонстрации, местами даже к неуместной самодемонстрации, то, конечно же, можно определить и понять, что тут доминирует эстероид. И наоборот, если человек не привлекает внимания, но пытается завладеть лидерской позицией, навязать вам какое-либо правило, при этом нередко проявляет неприкрытую грубость, то очень вероятно, что перед вами эпилептует. Конечно, некоторые типы личности наиболее часто это делают. Истерики могут как бы замаскироваться и изображать другой психотип. И тут очень важно выявить жизненные взгляды и стремления человека. Как правило, это очень сложно скрыть, потому что психотип – это как операционная система в компьютере. Он не может моментально измениться и начать действовать по-другому. Таким образом, если у истерика будет все заточено на демонстрацию себя, окружающему миру, то у эпилептоида все будет заточено на то, чтобы иерархически захватить территорию. Ну, или как минимум он навяжет вам какие-то свои правила. Если не сможет, допустим, воздействовать на вас в чем-то более крупном. Как это проявляется? Это может проявляться на примере с бабушкой-вахтершей, которая даже летом в любую погоду обязательно вас догонит и навяжет вам использование бахил где-то в помещении. Если брать это в высокие какие-то параллели, на уровне бизнеса это всегда четкие и жесткие правила или даже требования от компаньона или сотрудника, невыполнение которых приведет к очень жесткому конфликту с эпилептоидом. Таким образом мы можем умозаключить, что каждый психотип нацелен на решение своей цели или задачи. У каждого типа личности своя поведенческая стратегия, оправдывающая себя в эволюционном процессе. Все типы личности могут быть умными или глупыми. Психотип ни в коей мере не влияет на интеллект. Само понятие интеллект, конечно, спорное, но мы не будем вдаваться в глубокую философию. Скажу одно, не стоит недооценивать каждый тип личности. Ну а в дальнейшем видео, друзья, мы разберем с вами особенности поведения каждого типа личности по отдельности. Подписывайтесь на мой канал, чтобы всегда быть в курсе новых выпусков. Ставьте лайки, это мне поможет развивать канал, делать его лучше. А тебе поможет узнать много нового. Спасибо за внимание.